Следующая, 25-я глава, Бабдухуль-Хайд-Аль-Мажджида. Глава о вхождении женщины, у которой начались критические дни в мечети. 288-й хадис. Рассказал о том, что Пророк Салам сказал девочке, науильм-ль-Хумрата, подай мне вот этот вот маленький коврик. 298-й хумра-барака-лауфикум. Это вещь, то есть у нас есть саджада, то есть вещь, на которой, вот как говорят, коврик для молитвы, правильно же, на которой молится человек? А есть хумра. Хумра это, который именно ложится под лицо. Маленький такой коврик, который именно ложится под лицо. 308-й хадис. Пророк Салам хотел расстелить его и помолиться. 318-й хадис. Айч Радлан сказала про эту девочку-равыни, что у нее сейчас месячная. Аллах Алям, может быть, Айч Радлан имел в виду, рассказывает этот хадис, себя саму. Себя саму, варакалуфикум, да. То есть в третьем лице рассказывается себе, что Пророк Салам ей сказал, подай мне этот, а она сказала, что я хайд, то есть у меня менструальный кровь. Каль, и он сказал, поистине ее менструация не в ее руках. Ни институтации не в ее руках, варакалуфикум, ученые говорят, что у нее смысл такой. То есть она этим не управляет. Другой смысл, что подай мне, это у тебя же, оно не из рук же выходит. То есть руки-то у тебя чистые. И в этом, варакалуфикум, как говорят ученые, А вот тут как раз ших Альбани, рахмел, говорит культу, культ, я говорю, ля Айша, то есть хадис Сахех, пришел уходит от Айши Радлангу, хадис, то есть сборники в Сахех, Бухаре, то, что это она была, видите, то, что это она была. И в этом, варакалуфикум, указание на дозволенность рассказывать что-то о себе в третьем лице. И поэтому ших Альбани говорит, вот Сахех Абу Дауд тоже приходит, пришло, «Инна хайда туки, пророк Сахех Мусим, инна хайда таки». Поистине твоя менструация не в твоих руках, не в твоих руках. И в этом варакалуфикум указание на дозволенность ходить женщине при менструации в мечеть. И все хадисы, которые запрещают варакалуфикум подобное, являются недостоверными. То, что женщине при менструации запрещено заходить в мечеть и так далее. А те хадисы, из которых, мол, как будто бы понимаются, как хадис Сахех Мусим, где пророк сказал, когда побуждал женщину выходить на праздничную молитву и сказал, «Пусть сторонится место молитвы», в других ревоятах пришло, что по слову «Муссалья» подразумевается именно молитва. То есть пусть не совершает молитву, пусть не совершает молитву. А что касается других хадисов варакалуфикум, которых понимается или же говорится о том, что женщине при наличии менструальной крови или вот этих вот дней ей запрещено заходить в мечеть, все это является недостоверным. Однако, если женщина заходит в мечеть варакалуфикум, она должна взять все причины, чтобы не испачкать мечеть этой кровью. То есть использовать, как в наше время, разного вида гигиенические средства и так далее. Аллаху а'алам.